друзья всем привет из названия видео понятно чем мы сегодня займемся значит у меня пополнение оборудования вот такая машинка многим уже известная это бесщеточная машинка китайская называется на йокиджи сегодня мы распакуем вообще посмотрим она еще пока запечатанная даже не смотрел что там что там и как вот то есть распакуемся вместе с вами посмотрим такое первое впечатление от машинки я видел ну так бегло скажем обзоры вот и до конца я не понимаю что ожидать потому что цена у машинки скажем так приемлемая если брать в сравнении с ну с аналогами да с бесщеточными машинками которые представлены на рынке все стоят в два раза ну точнее ну начинается где-то с двух раз дороже чем эта машинка стоит вот о цене и о всем остальном чуть чуть попозже поговорим вот ну что давайте распакуем принципе и посмотрим так в комплекте значит сразу видим инструкция по эксплуатации она на русском языке по крайней мере первую страничку вижу что на русском да все полностью на русском это хорошо почитаю потом обязательно так дальше тут какие-то кружки ноунейм 4060 что тут у нас 40 60 80 120 вот такие ну ну и в принципе вот так лежит машинка в коробке коробочка коробочка пустая так по комплектации значит у нас есть шланг вот такой потом переходники там по моему два штучки до два переходника для подключения пылесоса и ключик для съема тарелки так поэтому тоже чуть попозже но в принципе сама машинка да уже я думаю увидели я взял 2 и 5 ход в процессе все объясню почему и зачем так тарелочка такой средней жесткости наверно даже ближе к жесткой чем к мягкой вот сам пылеотвод так давайте сейчас покажу поближе чтобы нам вместе все это дело рассмотреть как я уже говорил 2 и 5 здесь продублирована кнопки кнопочки прорезиненные не то что там жестко нажимать нажимается все нормально ну по самому корпусу таких прямо знаете чтобы отвращение ну какое-то видно что какая-то дешевая хера дня в принципе нету сделано достаточно добротно то есть нигде никакой пластмасса там не лифтит не шевелится все все нормально я вот обратил она здесь продублирую написано точнее модель 350 ватт мощность это обороты получается 10 тысяч оборотов максимально вот тарелка 150 миллиметров ну и как я сказал модель чайна вот но модель чайна этому удивляться в наше время не стоит вообще никак потому что в принципе все у нас там сделано вот лягушка лягушка по-моему здесь в ней плавный старт но туда сейчас мы посмотрим вместе вот кстати на что обратил внимание на тарелку как в ней организован пылеотвод то есть в основном таких вот машинках я видел там допустим мирки той же у них пылеотвод вот ну по всей тарелке здесь еще вот есть зазорчик но вот эти крайние отверстия которые так сказать она не попадают они не заглушены там сделано вот если смотреть вот в эти отверстия вот там видно да то есть пыль с крайних будет тоже собираться это достаточно достаточно грамотно конечно сделано вот но как как вообще будет происходить вот этот сбор пыли это мы все конечно тоже уже в процессе эксплуатации посмотрим вот ну что давайте первый пуск мне самому интересно главное чтобы она хоть работала так вставляем в розетку включаю машинку так но по крайней мере все работает значит что значит эта четверка это количество оборотов число точнее оборотов да сейчас она будет работать на 4000 оборотов каждый шаг каждая единица это плюс 1000 оборотов то есть пять шесть семь восемь девять и это максимально 10000 оборотов ну давайте на четверки и проверим все работает такой плавный у нее старт сейчас еще раз покажу ну и видим что стопа тарелки в этой машинке нету но это тоже знаете такое на любителя я работал миркой и мне допустим не очень вот это нравится то есть когда кнопку отпускаем нет тарелка но резко остановилась не знаю я как так сказать лягушатник приверженец лягушек машинок пневмо машинок кстати вот по хвату она достаточно удобная то есть тем кто привык работать с пневмо инструментом прямо машинками хват в руке она лежит хорошо так счастье пока выключу чтобы она не включалась когда не надо значит в руке лежит достаточно удобно по весу она весит килограмм но но не скажу что ощущается но это пока просто такое мое первое первое впечатление я и достаточно поработаю чтобы потом что-то уже но я мог более конкретно по ней сказать вот так удобно удобно держать в руке одной рукой то есть работать с двумя руками так же будет достаточно комфортно здесь мои его там скажем три пальца залазят и все все вот это классно то есть не мне нравится прям но вот все отлично тут прорезиненная ручка ничего скользить не будет да все ну прям пока меня все устраивает так ну давайте пооборотам посмотрим сейчас включим и будем добавлять ну вот такой шум сейчас пошел очень дальше мы сравним с пневмой так и посмотрим ну что все отлично все работает но как я и сказал первое впечатление значит от машинки она меня не разочаровала все отлично вот принципе дальше конечно будем смотреть в процессе эксплуатации буду все показывать если вдруг с ней что-то произойдет или там какие-то увижу нюансы на которые стоит обратить внимание вот ну что сейчас давайте сравним по уровню наверно шума вот ну что включаем машинку так на минимальных оборотах и пневма спрашивали кстати про вот эту машинку тоже вполне себе машинка пневма это йота по моему я то я тойота ну кому как дешевая машинка но он работает вот вот у нее видите как организован пылеотвод то есть про что я говорил вот этот пылесбор идет но по всей тарелке не так как на той ну что подключаем здесь тоже у нас на минимальных а наоборотах так ну что сначала новая машинка и теперь пневма так она еще и пылит собака так но но я думаю слышно разница как бы ощутимы и ну и на самых больших вот у нас горит а это самые большие и сейчас на этой до конца рычажок ну что сначала новая здесь уже пошумнее и теперь это фу напылило вот она работа без пылесоса да но ничего кстати пылесос тоже скоро будет и все покажу но я думаю пыльно блин короче я думал слышно даже без всяких там но при при монтаже вот этих делах что по крайней мере как бы в раза два точно она работает тише вот да и я думаю навряд ли когда-то буду работать именно вот на этих на максимальных оборотах то есть вполне как по мне скажем семерочки вполне достаточно то есть 78 я думаю это предел но если же нет это говорю это пока такое но но первое впечатление вот о машинке значит она сейчас сразу пойдет в работу пойдет она сразу в полировку вот кстати 2 и 5 почему 2 и 5 как сказать я все-таки думаю что наверное именно шаг ход эксцентрика 2 и 5 он наиболее оптимальный если мы выбираем что-то у ну универсальную машинку потому что зачастую чаще машинкой мы работаем именно при шлифовке грунта при полировке и в этих операциях нам больше подходит именно 2 и 5 ход не никак не 5 ну и я же не говорю там про больше вот потому что все равно шлифование шпатлевки зачастую машинкой мы перебиваем только направленную риску то есть выводим всю шпатлевку всегда вручную перебиваем риску перебивать риску 2 и 5 я не думаю что это станет для меня какой-то проблемой ну такой прям глобальной вот а при шлифовке грунта это мы получаем корректную риску то есть более мелкую вот вот именно поэтому 2 и 5 и я в процессе работы все-таки попробую сравнить попробую сравнить я все таки думаю что пятерка тоже будет и сравнивать между собой две машинки и вообще насколько ну там скажем целесообразно покупать их 2 или все-таки если бюджет ограничен какую от какой все-таки дать предпочтение но вот я говорю я дал предпочтение вот такой машинке именно 2 и 5 я и считаю более универсальной и более ну такой правильной покупкой но опять же это мое личное мнение если у вас свое мнение пишите в комментариях пообсуждаем заканчиваем распаковку машинка я доволен первое впечатление я не разочарован машинка я считаю вот отличная вот пока пока еще да пока вот так без работы просто какие достал посмотрел попробовал все классно мне все нравится вот но дальше посмотрим посмотрим как она будет работать ну понятно дело что здесь она лежать без дела не будет теперь вот это она куда-то уйдет наверно ляжет где-то может на стенку повешу не знаю буду работать только только вот этой машинкой на всех абсолютно операциях то есть дадим моей и в хвост и в гриву и посмотрим сколько тут единственный вопрос наверное как долго как долго она будет работать это вот единственный вопрос потому что давайте да сразу скажу по я пообщался с людьми которые продают у нас эти машинки да значит по сервису машинки машинки год гарантия я задавал вопрос как допустим если вдруг что-то с машинкой происходит на ломается или что-то с ней но что-то с ней допустим произошло мне ответили так что такая политика выбрана что ремонтировать эти машинки тут но не я не буду вдаваться я не вообще не шарю вот в этих всех моторах эти всех делах поэтому есть я туда не буду если своими словами просто объясню как бы что ну что мне сказали то есть если что-то ломается машинка на гарантии год гарантии еще раз повторю машинка забирается дается новое никто их ремонтировать что-то там лазить спаять менять никто не будет то есть сломалась отдали взяли новую вот так это работает ну этот это тоже в принципе круто потому что когда начинает начинается ремонт начинается туда лезть это неизвестно сколько это проработает но и так далее и цена как бы у машинки там не 500 не 700 евро вот поэтому нет нет особого смысла то есть как бы они их меня это отлично вот по поводу расходников мы знаем да что там у других брендов у них есть там свои мягкие проставки защитные проставки тарелки в этой машинке то есть на рынке ничего не представлено нет даже по моему тарелок нету это конечно если тарелок даже нету это конечно наверное все таки минус потому что я не знаю возможно ли найти вот кстати тоже напишите комментариях возможно ли найти вот такую тарелку может кто-то видел именно в которой вот так организован пылеотвод до чтоб она подходила к этой машинке и все это корректно работала вот я но я не видел наверное не видел не знаю тоже напишите поделитесь вот ну как бы хотя бы наверное чтобы вот вот эти вот тарелки можно было пойти купить заказать и поменять это наверное надо потому что я не очень люблю работать с вот этой миллиметровой защитная проставка это все равно какой-то слой это ну не так как знаете вот если берем презерватив да ну как-то все равно чуть не тот вот и вот для и лично для меня вот с этой защитной проставкой вот примерно какие-то такие же ощущения вроде бы как бы все хорошо но что-то не то поэтому как бы с ней я буду работать без него без защитной вот этой проставки и соответственно все равно тарелка она будет где-то страдать и хотелось бы чтобы она была в наличии свободном доступе чтобы можно было купить и поменять но в процессе мы это все уточним все узнаем как бы сейчас буду держать на связи с этой машинкой я говорю но как бы работать она будет не вынимаем вот все на этом мы распаковочку заканчиваем и так уже надо затрындился вроде все сказал так по гарантии по сервису сказал происходникам сказал да в принципе все вот я щас снимаю пленочку начну полировать но это уже будет совсем другом видео кстати да это будет совсем другом видео все всем счастливо всем пока спасибо что посмотрели